доброе утро уже проснулась все процедурки сегодня у меня упрощенный вариант так как бывают такие что ничего не хочется делать если не было только растяжка я зарядку сама не делала сделала себе бутербродики черный хлеб творожный сыр авокадо и красная рыбка и кофе успела с утра видосики поснимать ника сидит уже что-то плосит что-то хочешь что-то хочешь ты подожди кошка сидела просила кусочек рыбы дала я думала она не будет есть нет она съела так что он уже на окошко собралась кого-то там скидывать собралась так на окне и наушники оставишь она их лапы на пол пил на пол бумажку он зубами что-то что делает а рюк вчера картонку резала туда кинула бумагу вот картоночку кусочек ника перестань ну вот она еще пытается добросовестно скинуть это за странкой покажи деловая сразу ушла я хотела поснимать вон картонка лежит она оттуда пыталась зубами вытащить все пошла все за тобой наблюдает скрытая камера красотка разваливаться где еще одна красотка а вот она сидит как всегда если я кушаю значит она здесь чушке подняла тут тебя говорю то подачи и бела в общем что я вчера хотела рассказать я вчера сделала выбор и думаю что правильный сегодня мне отдадут последний расчет и я больше писать не буду потому что для меня это какой-то стресс вот реально я даже неделю не пишу но я всю неделю думаю про эту про то что я не успеваю писать то что у меня там просто ничего не делается короче этот постоянный напряг меня достал я хочу заниматься помимо работы еще любимым делом я сейчас им занимаюсь но разорваться к сожалению меня не получается я сейчас занялась институт мне нравится снимать я это сто раз говорил мне нравится снимать видосы всякие всякие ролики монтировать вот это прямо о господи кошка смазала и поэтому я решила сделать правильный выбор нужно уходить с работы которая тебе не нравится и на это нужно тоже силы и помню как я с самореза долго пыталась не знала как это вообще как я буду уйти из постоянного дохода практически в никуда какая у меня была тревога и все остальное вот и вчера у меня тоже так тревожное состояние даже да хватит вам висеть тревожное состояние было я даже уснуть не могу но потом уснула вроде ничего сегодня так непонятно я знаю что дальше будет только лучше так буду завтракать думаю кофе замерзнет и собираться на работу вернулась я уже домой с работы и буду готовить сегодня баклажаны уже с мамой такие готовили вот мои девчата замерзшие водолазки да 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 водолазки так нарезаем небольшими кусочками баклажан и в мисочку его посолить поперчить и дать немножко ему постоять я решила что-то один делать хотела два думаю думаете сколько я их буду есть неизвестно решила сделать один более он огромный что-то ездит это баклажаны кто бы сомневался что-то так я решила такими кусочками короче я просто вдоль порезала и и и и мне нужна мисочка 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 вообще нам понадобятся баклажаны лук и перец в общем и все из продуктов так посолить посолить поперчить я последнее время полюбила копченую паприку стал ее везде добавлять здесь конечно я не буду добавлять вообще мы тут раз делали я добавляла очень вкусно на какой-то такой пикантный вкусик добавляет как я просто и посолила поперчила и мы их отставляем подготавливаем чеснок нам нужен чеснок лук и перчик так подготовила перец нарезала напополам и короче такими кусочками нарезала небольшим чеснок нарезала и лук полупольцами теперь подготавливаем соевый соус у меня тут короче остатки сколько есть туда нам нужно чайную ложку сахара добавить и и чеснок туда тоже мы добавляем только он туда должен быть измельченный я уже тут попутно поставила с бананов готовится десертик у нас было что-то на вкусняшечку так и отдельно мы разводим как называется крахмал прям небольшом количестве воды развести столовую ложку и сейчас начинаем готовить готовится все очень быстро поэтому такое так чеснока нам сюда хватит потому что у нас там чеснок сюда своего соус у меня к сожалению прям вот совсем мало мы сейчас разведем еще водой не хватит теперь мы готовим и сначала готовим баклажаны это все пока отставляем и убираем наши баклажаны полежали мы теперь их хорошенечко засыпаем крахмалом чтобы они не впитывали масло и жарим как во фритюре в общем нам нужно пожарить я конечно столько масла не вилла но смысл приготовления такой за счет крахмала они у нас не впитывают масло и становятся очень прикольными я даже бутерброды таким способом готовила это прям классно они тогда не жирно если просто их готовить мне кажется баклажаны вообще все масло из сковороды вытягивают я такое не люблю в общем хорошенечко мы их избавляли ну и все будем греть масло и жарить все 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 Жаривается у нас тут лук и перчик, знаете, такой до полуготовности. Потом туда добавляем наши баклажаны, обратно возвращаем. Соевый соус и будем крахмалом делать густую массу. Не знаю, как это объяснить. Вот такая вот красота. Теперь добавляем сюда соевый соус с сахаром и чесноком. Это вывели. Соевого соуса у меня, конечно, маловато. Сейчас это чуть-чуть закипит и до густоты будем крахмалом получать. Крахмал у нас разведен водичкой. Будем немножко сюда будет добавлять. Добавила две ложечки разведенного крахмала. Смотрим по густоте, знаете, чтобы он был такой. Прям видно, да? Какая-то карамель это все. Сейчас еще минуточку и выключаем. Все, это красота. Кто хочет, добавляет зелень. Я не буду, у меня ее тем более и нету. И сюда можно все, что хотите зелень. Очень красиво. А запах обалденный. С девчатами обедать. Алена, Варвара. У них макароны с котлетой с куриной. Все курцом. А у меня... Короче, я в то, что готовила, добавила и боречневые лапши. Не кушаю. И у нас банановый десерт. И все. Всем приятного аппетита. Сбегала я в магазинчик. Забежала в фикс прайс. Купила пергамент. Чаек свой любимый. И увидела кофе по скидке. В магазине стоит 400 рублей. Там 250. Даже 450 я видела. Наше любимое кофеё. Кофеё. Соленый. Взяла еще чурчхелу. Варюшке взяла водолазку уже в школу. Там еще рубашка у нее. В чем-то наткнула руку. Рубашка красивая. Такая пыльно-розовый цвет. Потом сегодня у моей племяшечки месяц. Я взяла на месяц. Я на вырост, конечно, взяла. У них вроде 62 размер есть. Взяла им вот такой красивенький костюмчик. Надеюсь, понравится. Взяла на рост побольше чуть-чуть. Ой, сейчас надо его туда сложить. Так, а это я себе взяла футболку. Потому что у меня одна белая и все. Вот такую взяла. Нейтрального цвета, чтобы вообще под все подходило. Хотела белую. Но, как обычно, белые, как вот эта моя. Все просвечивают. Так что решила белую нафиг не брать. Еще забежала, взяла... А где, кстати, орехи? Девчонки уже съели. А, вот целую эту упаковку взяла орехов. Всяких разных. Ну, тут правда изюм. Без изюма не было. Мне, конечно, не нравится, что там добавили изюм. Потому что изюм самое дешевое из того, что там есть. Но по цене получалось это выгодно. Тут килограмм. И стоит... Да, тут килограмм. И это стоит 650 рублей. А если брать... Сколько там? 300 грамм. А в 300 грамм 700... О, 300 грамм 350 рублей. Господи! Из-за этого у вас. И там изюма намного больше. Думаю, там вообще один изюм возьмешь. В общем, взяла тут всякие... Так что съедим и изюм. Ну, в общем, вот такие вот. Вообще ничего практически не купила. Все дела свои сделала. Набегалась. Жарко пить хочу. Не могу. Уже два стакана воды выпила. И все равно. Жарко и очень хочется пить. Собираемся с девчатами ужинать. Я приготовила им рис. У них остались котлетки еще куриные. Которые, кстати, нам передала мама. Я на нее ругаюсь каждый раз, а она девчонкам передает домашние котлеты. Говорю, как будто я сама не могу ничего приготовить. Ну, а пока ты приготовишь, пока то, пока все. В общем, детей моих... Перестань. Моих детей кормит моя мама. Так что... Я вообще не готовлю. Ничего не делаю. Сварила вот им рис. Она до этого дала с лапшой, и они ели лапшу. Сейчас я им сварила рисик. А сама буду доедать гречневую лапшу, которую вчера Варвара просила. Но сказала, что она невкусная, и не стала ее кушать. Говорю, что не машись. Вот. А я ее буду есть с баклажанами. А баклажаны почему-то постояли и стали очень соленые. Очень. Ну, мне, по крайней мере, я мало соли ем. Казались прям очень соленые. Всем, кто кушает. Приятного аппетита. Побежали мы. Ух, из них там уже. Бери вилочки. Пойдем. Все, мы собираемся наконец-таки ложиться спать. Варвара тут свои кудры заболела. Но не нужна кепка на столе. Неси ее до места. Ой, я сейчас так и встала. Хочу спать. Алена сейчас тоже за компьютер вылазит. И идем дружно спать. Да? Да. Да. Еще штатив надо брать. Что-то мне штатив посреди комнаты стоит. Гопнется. А, ты ее что, уменьшила? Нет. Почему она мне на голову не налазит? Она мне дает, она мне не налазит. Красотка? Красотка. Красотка. А мы включили с вами попрощаться. Увидимся с вами завтра. Всем спокойной ночи. И всем чух-чух. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok